Дорогие преданные, я расскажу вам историю одну. Она была давненько уже, ну интересная такая. Опять, как Гуру Махрас относится к своим преданным. Как-то мы приехали, это было лето было, август по-моему, во Вриндауан. Как раз Гуру Махрас был во Вриндауане. И была прогулка, ранняя прогулка. Мы были с Шешей Прабу, это из Санкт-Петербурга преданные, такой уже давнешний преданный. И мы пошли, конечно, попасть на прогулку с Гуру Махараджи, это большая честь. И близкие ученики, слуги, они стояли рядом, шли впереди с Гуру Махараджи. А мы с Шешей Прабу немножко сзади так плелись за Гуру Махараджи, ну и читали свою джапу. И вышли мы на эту парикамскую дорогу, которая была. Но в то время, когда мы ездили, это какой-то год, я не помню, был, но еще не было ни асфальта, ничего. Была вот эта вот пыльная дорога. И шли по этим пыльным дорогам, по парикамской. Вот. Идем, идем, потом раз, такой крик, шум. И все, все слуги в сторону, так назад резко раз. И Махарадж остался как-то впереди, они здесь спрятались. Такое ощущение за него как-то удрали. И мы смотрим, что случилось. И смотрим на дорогу змея, кобра. И что интересно, Шешей Прабу, он настолько любит Гуру Махараджа, что он даже не задумываясь, кинулся вперед, выхватил одного зонтик, вот, подскочил к этой змее, и зонтиком ее прям, так это, знаете, воинственно, он ее с зонтиком, зонтиком скинул ее с дороги в сторону, то есть освободил путь к Гуру Махараджу. И только потом ученики, очнувшись немножко, подошли к Гуру Махараджу. И Гуру Махарадж так посмотрел на Шешей Прабу, на своих слуг учеников, так улыбнулся, и мы пошли дальше. Пошли дальше, ну, прошлись немножко, вернулись обратно. И когда входили в ворота уже в храм, Крышна Баларам, и, значит, Гуру Махараджу там, значит, поднесли большую гирлянду такую, вот, повесили на шею, Махарадж принял ее, потом снял, так смотрел, 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 вот, потом подошел к Шешей Прабу, я делал ему такую гирлянду, и с таким, знаете, с такой любовью, с такой какой-то обратной преданностью. Я так посмотрел, говорю, как Гуру Махарадж ценит все-таки людей, в них эту преданность. Вот, ну, вот такой случай мне очень взбудоражил, так сказать. Хотя я знаю, что Шешей Прабу, он боится змеи, как его подстигло такое, значит, резкое, такое, вот, знаете, ну, неосознанное такое движение, неосознанное, вот. Это вот любовь к своему духовному учителю, такая бесстрашная. Спасибо, дорогие преданные, вот, что вот услышите эту историю. Вот, примите от меня мои поклоны, Ари Кришна.